В Уфе много диких пешеходных маршрутов, которые проходят по набережным и лесным массивам города. С начала года горожане вместе с урбанистами загорелись идеей объединить все эти тропы в закольцованный путь, который будет называться Уфимское ожерелье. Ну, на самом деле, у нас в Уфе уже есть готовые тропы. Они уже проработаны, но эти все маршруты между собой не связаны. Мы же стараемся собрать это все в Уфимское ожерелье и каким-то образом связать эти маршруты между собой. Ну, чтобы, условно, человек, вышедший из Сипаилова, да, прошел через зеленую рощу. Единственная сейчас проблема нам – как же нам днем связать с Уфой? Вот. После нескольких стратегических сессий Уфу все же взяли в кольцо, но пока только на карте. Все существующие пешие тропы сейчас объединяют в один большой путь, прокладывая дорожки между ними прямо через лес. Это пешая тропа по Уфимскому полуострову, соединяющая сразу все районы практически, кроме Демского. В первую очередь для пешеходов, для людей, ведущих активный образ жизни, кто занимается бегом, велосипедным спортом, те же скандинавы, кто занимается северной ходьбой. Есть, естественно, моменты, где, скажем так, тротуара не будет, будет грунт. Совсем недавно начались работы в лесу недалеко от улицы Парковой. Уфимцы, которых в последнее время сильно нервирует вырубка деревьев, стали замечать, что в лесном массиве работает тяжелая техника. Следом тут же появились сообщения о новой вырубке посреди леса. Собственно, нам было показано, что ни одно дерево спилено не было, был спилен только инвазивный американский клён, который считается сорняком. Естественно, вот эти акации, вот отдельные кусты небольшие, которые мешают проходу. Соответственно, из-за них видимость улучшается в парках. Там, где нет этой поросли, нету, соответственно, и бомжей. То есть есть у нас такая проблема, то есть у нас селятся семьями прям бомжи. Не будем забывать про тех же диких собак, где они обитают там, где густые заросли, куда не пойдут люди. И всё же кое-где техника нанесла деревьям видимый ущерб, бесцеремонно разодрав их стальным ковшом. А поленья, которые здесь лежат каждые несколько метров, по словам активиста, сюда притащили рабочие, чтобы перегородить дорогу автомобилям. Прошли, посмотрели, что все деревья целые, что их обижают. Где-то, может быть, их задевают, это неизбежно, но, я так понимаю, их подкрасят краской, чтобы они, скажем так, сохранились. Мы решили прогуляться чуть дальше по недостроенной тропе, чтобы узнать, чем смогут полюбоваться горожане. Очевидный плюс этого места – чистый, в отличие от города, воздух. Из минусов – дикие лесные комары. Через 15 минут по узким тропкам, возле которых должен появиться тротуар, мы добрались до мощенной булыжником дорожки, которая имеет свою небольшую легенду и станет частью уфимского ожерелья. Да, поговаривают, что эта дорожка ей больше 100 лет, якобы она была еще сделана во времена Гражданской войны, доказательств у меня лично нет, но есть такая версия. Она будет сохранена в первознанном виде, в том виде, в котором есть. Единственное, приведут ее более-менее в порядок, возможно, как-то ограничат, но она сохранится в том виде, в котором есть. Закончилась наша лесная прогулка недалеко от дома престарелых. Здесь же начинается строительство нового участка тропы, которая соединится с предыдущей дорожкой. Длина же всего уфимского ожерелья составит более 70 километров. Физическими работами занимается УКХ Октябрьского района, в частности, на данном участке. Тивисты-общественники, это же наша группа, скажем, рабочая, мы занимаемся больше проектированием, то есть определяем, где лучше пройти. То есть у нас в тесном таком диалоге с администрацией города это проходит, то есть мы это обсуждаем совместно. Я думаю, что будет оператор, который непосредственно возьмет на себя это, будет курировать этот процесс. Ну и в будущем, как я уже сказал, естественно, будет навигация, понятно, и в электронном виде, и чисто физической будут таблички, чтобы люди понимали, как ходить и где гулять.